Добрый день, коллеги, и мы продолжаем тему коучинга, которую сегодня в первой половине дня открыл наш коллега Алексей Ёжиков. Как уже было сказано, цель нашего доклада — это представить авторскую концепцию когнитивно-поведенческого коучинга как инструмента определения и достижения своих целей. Но прежде позвольте представиться и рассказать несколько слов о том, кто мы. Меня зовут Попова Ксения, я бизнес-психолог, тренер-методолог, коуч, и последние 10 лет я работаю в сфере L&D обучения и развития в крупных российских компаниях, преимущественно это сферы КМСГ и производства. Занимаюсь тремя основными задачами — разработкой внедрения комплексных образовательных решений, а также системы обучения и развития руководителей по софт-скиллам, подготовкой внутренних тренеров, а также индивидуальным сопровождением руководителей в формате коучинга и консультирования. Здравствуйте, меня зовут Андрей Василевский, я психолог-консультант, коуч в когнитивно-поведенческом подходе. У меня большой опыт работы в крупном бизнесе, в предпринимательстве. В коучинг я пришел после обучения по стандартам Международной Федерации Коучинга АСИФ, но после освоения когнитивно-поведенческого подхода я специализируюсь на коучинге в когнитивно-поведенческом подходе. В данный момент вместе с Ксенией работаю над диссертацией по теме методологии когнитивно-поведенческого коучинга в рамках магистерской программы «Психология в бизнесе» Высшей школы экономики. В этом докладе мы ответим на три вопроса. Зачем нужен коучинг? Какова структура коучинга? Как когнитивно-поведенческий подход может интегрироваться в структуру коучинга? Итак, зачем нужен коучинг? На этот вопрос нет однозначного ответа и до сих пор нет общепринятого определения коучинга и даже стандарта. И все же мы хотим предложить свое видение. Для этого предлагаем провести прямо сейчас мысленный эксперимент и рассмотреть несколько ситуаций, которые можно назвать коучинговыми. Первая ситуация. Представим человека, назовем его Олег. У Олега есть задача, проблема или какое-то неудовлетворенное желание. Он садится и думает в течение часа над этой задачей с желанием решить ее в течение этого часа. Что же происходит с психологической точки зрения? Конечно, концентрация на какой-то одной задаче, мыслительный процесс, внутренняя речь. И даже если Олег не решит свою задачу, он во всяком случае ее глубже проанализирует, рассмотрит какие-то варианты решения, сделает какие-то выводы и даже, возможно, составит план действий. Мы можем рассмотреть это как коучинг с самим собой. Ведь в голове происходит такой внутренний диалог. Однако стоит отметить, что люди достаточно редко так делают. В основном мы не фокусируемся в течение длительного времени над решением какой-то своей задачи, а думаем на бегу, работаем сразу над несколькими задачами, находимся в процессе руминации. Теперь представим другую ситуацию. Здесь произошли очень важные изменения. Здесь Олег находится рядом с другим человеком и проговаривает свои мысли вслух. Что же изменится в такой ситуации? Внутренняя речь перейдет во внешнюю. И мы знаем, что критика к внешней речи значительно выше. Там, где есть критика, есть метапозиция, есть аналитическое мышление. К тому же появится социальная составляющая в виде сидящего рядом человека. Теперь говорящий будет оценивать свои мысли, тщательнее формулировать их. И ему точно придется в течение часа работать, не отвлекаясь, демонстрировать какой-то прогресс. Вот так вот, просто находясь рядом, человек может выполнять роль коуча. Самое главное, что этот человек делает, это молчание. То есть он сохраняет нейтральность. Потому что любая фраза, любая, тем более, интерпретация, может смутить и остановить говорящего. Что произойдет? Внешняя речь перейдет во внутреннюю в значительной степени и потеряется нить рассуждений. Теперь следующая ситуация. Если этот человек в роли коуча не просто молча сидит, а начнет говорить и как-то реагировать на то, что говорит Олег. При этом этот человек начнет задавать коучинговые вопросы, то есть нейтральные вопросы, и не допускать какой-либо интерпретации. Ну, стандартные коучинговые вопросы, которые все коучи отлично знают, это такие вопросы, например, как «Какой результат сессии вы хотите получить?», «Как вы поймете, что цель достигнута?», «Почему это важно именно сейчас?», «Что самого ценного вы вносите из сессии?» Ну, и кроме таких вопросов коучинговых, этот человек будет периодически что-то повторять за Олегом. Какие-то фразы, какие-то слова, отражать эмоции и поведение Олега. Теперь Олегу придется не просто говорить свои мысли вслух, а конкретизировать, обобщать, подытоживать, систематизировать, находить главное, фокусироваться на чем-то. И вот это уже будет начальным уровнем профессионального коучинга. Но что же такое по-настоящему профессиональный коучинг? Вот с нашей точки зрения профессиональный коуч – это тот, кто в состоянии экспертно интерпретировать то, что говорит клиент. А значит, выстраивать тактику и стратегию сессии, знать, какие вопросы и в какие моменты задавать. В предыдущих ситуациях мышление Олега активизировалось, становилось все более аналитическим. Но вот известная фраза Эйнштейна «невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла». То есть если мышление Олега создало существующую сложность, то, скорее всего, и останется в поле этой сложности. А необходимо перейти из проблемного поля в поле решения. А для этого мышление должно принципиально измениться. Поэтому профессиональный коуч, обладая экспертностью в области мышления, способен в некоторой степени интерпретировать речь клиента и поведение клиента. И помогать ему увидеть стереотипы, преодолеть когнитивные и поведенческие привычки. Поэтому мы предлагаем довольно простое определение коучинга, которое подчеркивает отличие коучинга от схожих видов деятельности. Итак, определение коучинга. Коучинг — это вид профессиональной деятельности по сопровождению человека в определении достижения своих целей с использованием знаний о мышлении и поведении. Важные слова в этом определении, остановимся на них поподробнее. Первое слово — это сопровождение. Что же значит сопровождать клиента? Это и есть коуч-позиция. Тогда, когда коуч большую часть времени находится в позиции сопровождения мыслительного процесса клиента. Коучу не нужно понимание ситуации клиента, потому что он создает лишь условия для продуктивного мышления. Следующие важные слова — это определение своих целей. Коучинг начинается там, где есть конкретная цель. К определению цели в коучинге мы вернемся в конце доклада. Но второе важное слово — это своих. Клиенту легко обозначить некие формальные цели, с которыми он приходит, из которых начинается сессия. Но очень нелегко определить свои аутентичные цели. Следующие слова — с использованием знаний о мышлении и поведении. Источником этих знаний является коуч. И в нужные моменты он делится этими знаниями с клиентом. Ксения? Какова же структура коучинга? Собственно, перед вами конструкция коучинга, как мы ее себе представляем. Мы ее изобразили метафорически в виде такого дома. Эта конструкция, конечно, довольно условная, так как все блоки взаимопроникают и взаимодополняют друг друга. Эвристика есть в психологической составляющей, в психологической, в эвристической. И селитация необходима для реализации психологической составляющей и наоборот. Но разложение коучинга на эти составляющие помогает понять, что же происходит на сессиях и чем коучинг отличается от консультирования и терапии. Рассмотрим первую составляющую. Что же происходит на сессии? В первую очередь, исследовательская мыслительная активность человека. Коуч создает условия для этой активности и помогает клиенту управлять своим фокусом внимания. Эта исследовательская активность находит свое выражение в эвристической, фасилитационной и психологической составляющей коучинга. Хорошая метафора иллюстрирует эту активность, и эта фраза Коржипского «карта не есть территория». В рамках этой метафоры задачи коучинга следующие. Локализовать отправную точку, либо точку А, то есть исследовать текущую ситуацию. Затем локализовать конечную точку, либо точку С, то есть определить, куда клиент хочет попасть. И соединить точками Б, точки А и С маршрутом, которые клиент захочет, а самое главное, сможет преодолеть. Проблема же возникает тогда, когда карта сильно не совпадает с объективной реальностью. Клиент отправляется в путь, не зная, откуда он хочет попасть, путем, который не учитывает рельеф местности. Ведь представления о себе, о людях, о мире, да даже о своем будущем у человека в значительной степени могут быть ограничены и искажены. И это связано со многими факторами – биологическими, психологическими и социальными. Но добавим к этой метафоре коучинга. Коучинга владеет ни картой, ни территорией клиента. Роль коуча – быть топографом, то есть сопровождать клиента в его исследовании. Он помогает сверять наиболее значимые точки карты и территории. Коуч обладает топографическими знаниями, в нашем случае знаниями о мышлении и поведении людей. Немногие знают продолжение фразы Коржипски. Ее продолжение как раз и описывает эту топографическую роль. Карта – не есть территория, но модель мира. Модель мира – не сам мир. Но хорошая карта структурно подобна территории. И в этом ее польза. Исследование прежде всего выражается в одной из самых главных, самых важных составляющих коучинга, которую можно назвать эвристической. И это наша первая стена, которая поддерживает дом. Эвристика – это метод решения сложных задач и проблем, который позволяет найти решение и стратегии действия в ситуациях, когда исходных данных недостаточно. Собственно, для выработки единственного правильного решения. Эвристика не гарантирует получение результата и правильность решения, но создает очень хорошую базу или основу для них. Как мы помним из мысленного эксперимента, чтобы найти решение, нужно изменить мышление. Эвристика помогает повлиять на мыслительный процесс так, чтобы, во-первых, активизировать мышление, а во-вторых, увидеть ситуацию с другой стороны и с другой позиции в более широкой перспективе. Эвристических вопросов и техник много, и они очень активны и широко используются, конечно же, в коучинге. Эти вопросы и техники должны быть достаточно сложными для клиента, и тогда мы их называем сильными и продвигающими. Связано это с тем, что коуч задает вопросы не для того, чтобы прояснить ситуацию для себя, а для того, чтобы клиент увидел и осознал и понял что-то новое об этой самой ситуации, себе, о мире или других людях. Вторая составляющая, вторая основная несущая стена — это фасилитационная составляющая. И фасилитационная задача коуча — поддерживать динамику и структурировать сессию, следуя интересам клиента для того, чтобы последний получил ощутимый результат. Без фасилитации сессия может просто стать руминацией клиентов звуков. После таких сессий значимых когнитивных и поведенческих изменений, как правило, не происходит. И, как любили говорить мои руководители, это было ППР — посидели, поболтали, разошлись. Фасилитация заключается в выделении ключевых моментов, в суммировании, в отслеживании времени, использовании инструментов визуализации и так далее. И, кстати, об одном из этих инструментов мы будем говорить далее чуть подробнее. Перед вами сейчас хорошо известные коучинговые модели. Это модель ГРУ и модель ПРАКТИС. Ну, собственно, таких моделей можно достаточно много найти. И если всмотреться, то это скорее фасилитационные алгоритмы цели полагания и цели достижения. По сути, отличаются они только степенью детализации тех действий, которые сформулировал еще Юлий Цезарь. Пришел, увидел, победил. Эти модели было бы полезно знать и применять, но надо помнить, что главное в коучинге — это когнитивный путь. И важно следовать именно за готовностью клиента к изменениям. Вспоминаем здесь стадии изменения прохазки. Часто целая сессия, а то и целых пять сессий, заключается в проделывании такого когнитивного пути клиента, а именно в анализе, в сознании, в поиске принятия решений и в формировании уверенности. Последнее по порядку, но не по значимости, — это психологическая составляющая. Конструкция данного дома, конечно же, устоит. И коучинг состоится при наличии только двух составляющих — юристической и фасилитационной. Но без психологической составляющей коучинг превратится в некий мозговой штурм в рамках фасилитационной сессии. И с большой вероятностью после сессии у клиента мало что изменится в жизни. Наш опыт показывает, что без психологической составляющей коучинг перестает быть коучингом. И про психологическую составляющую более подробно уже расскажет Андрей. Так, рассказывая про психологическую составляющую коучинга, я как раз покажу, как когнитивно-поведенческий подход может быть очень естественно интегрирован в структуру коучинга. И, конечно же, начнем мы с известной когнитивной модели. Но так мы понимаем когнитивную модель в коучинге. Ситуация здесь выделена, так как клиент фокусируется прежде всего на изучение ситуации, на том, как на нее можно влиять. Ведь достижение цели — это, как правило, изменение ситуации. В когнитивной части нас значительно меньше интересуют дисфункциональные мысли, так как у любого человека найдется позитивный когнитивный опыт, на который можно опереться. Так как достижение цели предполагает планирование действий, то мы говорим о действиях и действиях. В рамках блока поведения. Часто говорят, что коучинг работает с будущим. Это естественно. Цель не может быть в прошлом, она всегда в будущем. Поэтому с помощью когнитивной модели мы рассматриваем не ситуации прошлого, пусть и позитивного, а ситуации настоящего и желаемого будущего в виде трех временных срезов. Это ситуативный уровень, где представлены срез настоящего или актуального прошлого. Это поле текущей ситуации. Срез желаемого будущего. Ситуация, когда цель будет достигнута. И срез действий. Это ситуация действий на пути к своей цели. Эти срезы можно представить в виде таблицы протокола, как части концептуализации кейса, который мы называем когнитивной картой клиента. В этой карте мы видим две стороны. Слева поле проблемы, справа поле решения. Коуч способствует исследованию каждого из этих полей, но самое важное, он помогает клиенту перевести свое внимание из поля проблемы в поле решения. Помимо сбора данных, карта помогает структурировать сессию, так как в ней прослеживается некая последовательность и даже иерархию, которую вы увидите позже. Также она является инструментом визуальной фасилитации, о которой Ксения говорила ранее. Клиент видит эту карту на сессии, она остается ему после сессии и может использоваться на следующих сессиях. Но почти всегда, помимо рассмотрения ситуации, есть нечто большее, что не позволяет найти решение на вот этом ситуативном уровне. Тогда решение лежит на более высоком уровне, на уровне убеждений и знаний. Мы намеренно не используем такую дихотомию убеждений, дисфункциональные и функциональные убеждения, адаптивные и дезадаптивные, рациональные и иррациональные, расширяющие и ограничивающие. Маркировка такими ярлыками убеждений с нашей точки зрения не отвечает формату и целям коучинга. Поэтому мы предлагаем использовать слово «знание» вместо функциональных убеждений. «Знание» — это когниции, в которых учитывается контекст, специфика конкретной ситуации. В основе знания лежит принятие фактов реальности, рациональное мышление и проверяемый опыт. Такие знания, как правило, эмоционально нейтральны. Таким образом, от слепой веры убеждений, неважно каких, клиент переходит к уверенности знаний благодаря лучшему видению и пониманию ситуации. В принципе, на вот этом втором уровне, на уровне убеждений и знаний, можно было бы остановиться. Но есть уровни, которые также важны для целеполагания и цели достижения. Это уровень ценностей и уровень личностного смысла. Для того, чтобы цель была аутентичной, значимой и экологичной, необходимо соотнести ее со своими ценностями и личностным смыслом. Понимание ценностей и смысла, которые лежат за достижением цели, придает мотивацию и уверенность клиенту. Вот такую когнитивную карту коуч, как топограф, заполняет со слов клиента и в основном следуя за клиентом. Пустота в каких-то полях помогает и коучу, и клиенту более многосторонне исследовать ситуацию, структурировать процесс коучинга. И говоря об этапности и иерархии коучинга, обычно это выражается в следующем. Рассказывая о текущей ситуации, в словах клиента часто коуч слышит убеждения, которые удерживают его в этом проблемном поле. В поле желаемого будущего проявляются ценности и личностный смысл. В поле действий клиент работает как с убеждениями и ограничениями, так и со знаниями, ресурсами, поддержкой, возможностями, для того, чтобы найти решение и наметить реалистичные действия. Какие техники мы можем использовать в когнитивно-поведенческом коучинге? Ответ очень простой. Все техники можно использовать в коучинге. Но при условии, что эти техники помогают сделать коучинг более эффективным в том определении, которое мы озвучили ранее. Наиболее часто, по нашим наблюдениям, можно применять модель АБЦ, АБЦДЕ, технику падающей стрелы и появляется техника взлетающей стрелы, когнитивные диспуты, конечно, ну и техники работы с ценностями, иммагинативные техники и так далее. И, наконец, мы достигли цели. Это вот, можно сказать, крыша, это конструкция, куда направлены были все составляющие. Определение и достижение своих целей это ключевой аспект коучинга с нашей точки зрения. Если мы теряем цель, то коучинг перестает быть коучингом. Все остальные составляющие присутствуют только для того, чтобы процесс цели полагания, цели достижения состоялся. Каждую секунду коучингу профессиональный коуч может задать себе два простых вопроса. Определена ли истинная цель клиента? Помогает ли это достичь его цели? Когда мы смотрим на эту карту, нам кажется, что цель затерялась среди многообразия других элементов. Но цель — это сердце этой системы. Все остальные элементы работают на ее определение и достижение. Почему же цели, а также процессы, целеполагания и цели достижения так важны? Я позволю себе с огромным удовольствием зачитать отрывки из доклада Ивана Петровича Павлова и статьи Айрнебека и Хейк. Итак, рефлекс цели по Павлову. Рефлекс цели имеет огромное жизненное значение. Он есть основная форма жизненной энергии каждого из нас. Жизнь только того красная и сильна, кто всю жизнь стремится к постоянно достигаемой, но никогда недостижимой цели. Или с одинаковым пылом переходит от одной цели к другой. Вся жизнь, все ее улучшения, вся ее культура делается рефлексом цели. Делается только людьми, стремящимися к той или иной поставленной ими себе в жизни цели. И статья из статьи «Генеративная когнитивная модель» цели в теории режимов по Айрнебеку и Эмиле Хейк. Люди не только движимы событиями, но и выполняют основную роль в создании событий для самих себя. Эпиктет. Значительную часть человеческой деятельности обусловлена самостоятельно поставленными целями и добровольно взятыми на себя обязательствами. Теория режимов имеет отношение к системе когнитивных, аффективных, мотивационных и поведенческих паттернов и может быть использована для объяснения достижения жизненных целей и управления другими вызовами жизни или проблемами. Режимы представляют собой консолидированные убеждения, правила, ожидания и заложенные в схему, а также сложные концепции, такие как самооценка. Вместе эти компоненты функционируют как единая система. Мы предлагаем такое определение цели в рамках коучинга. Цель — это осознанный, конкретизированный образ желаемого результата в виде предмета, состояния или процесса, обусловленный возможностями, ценностями и личностным смыслом человека. Но есть нечто не менее важное, чем цель. Это слово, которое этимологически и семантически даже близко к слову цель, а именно целостность. Если нет целостности, то цели становятся чужими, действия демонстративными, исчезает мотивация и удовольствие от процесса достижения цели. С другой стороны, определение достижения своих целей помогает человеку приобрести целостность. Я приведу формулу целостности согласно Дмитрию Викторовичу Ковпаку. Она замечательно описывает механизмы, которые происходят и в терапии, и в коучинге. В процессе работы с клиентом хаос противоречий, конфликтов, диспропорции в психике клиента в результате процессов осознания, анализа и синтеза через этап конвенции интегрируются в непротиворечивую систему и замирают в целостности, сообразно той среде и той ситуации, в которой клиент находится. В когнитивно-поведенческом коучинге эту целостность отражает данная когнитивная карта в ее вертикальной иерархии и горизонтальной логике. В качестве резюме хотим предложить несколько метафор, которые помогут лучше понять эту когнитивную карту или концептуализацию кейса и представить ее клиентам. Как говорится, метафорами коучинг не испортишь. Итак, первый уровень когнитивной карты – ситуативный уровень. Это путь, который клиент прокладывает из точки А, то есть текущей ситуации, к точке С – значимой цели в желаемом будущем, через промежуточные точки пути. Второй уровень – это уровень убеждений и знаний. Это оптика, через которую клиент видит ситуацию и ищет в ней путь. Третий уровень – это ценности. Ценности – это источники света, которые освещают территорию и помогают клиенту ориентироваться. Ну и четвертый уровень – это уровень личностного смысла – это маяк, который задает направление движения клиента. Таким образом, за год интенсивной работы в лаборатории когнитивного коучинга сложилась и уже была опробирована полноценная методологическая система когнитивно-поведенческого коучинга. Эта система состоит из следующих элементов. Ну, прежде всего, определение, которое вы слышали. Это стяжневой элемент этой системы. Это концепция в виде трех составляющих коучинга, а также концептуризации кейса. Это принципы когнитивно-поведенческого коучинга и шкала компетенций, а также иерархия, которая задает порядок и этапность в коучинговом процессе. И последний набор техник, как практические составляющие всего процесса. Вот наличие этой системы позволяет четко понимать границы коучинга, осмысленно выбирать интервенции, тактику и стратегию работы, прогнозировать результат, обучать коучингу других людей. Ну, достаточно много еще работы предстоит, поэтому приглашаем всех к знакомству, сотрудничеству. Мы считаем, что этапы младенчества и юности коучинга как виду помогающей деятельности заканчиваются. В коучинге накоплен очень большой эмпирический опыт, но не хватает системности, научности и общего стандарта. Коучинг может избавиться от магии, от догматики, от манипулятивности, стать прозрачным, понятным и эффективным. Сейчас в мире очень стремительно развивается направление coaching psychology, психология коучинга и его различные психологические направления. Мы считаем, что направление когнитивно-поведенческого коучинга станет локомотивом нового этапа развития высокоэффективного, научно обоснованного и профессионального коучинга. Более детально познакомиться с методологией можно будет в нашей статье, которая выйдет в сборнике докладов 8-го форума Ассоциации когнитивной психотерапии. И приглашаем посетить наш мастер-класс, который мы готовим к форуму. Также, если кто-то хочет также поэкспериментировать, а также поделиться опытом, то можете обращаться через чат, где мы сможем познакомиться лучше и взаимодействовать. Будем ждать вас. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Андрей Сергеевич, Ксения Сергеевна. Ждем более подробного тогда погружения в когнитивный коучинг на мастер-классе на форуме когнитивно-поведенческой терапии 20-го и 22-го мая. Спасибо за насыщенный и наполненный метафорами доклад.